Из этого дома? Как сделали двор? Нормально. Анкундин Михайлович хорошо помнит, как и он и его соседи ковыляли по разбитой дороге и чудом спасались от колес машин. Сегодня двор на Новгородской 9 не узнать. Новый асфальт, удобные тротуары. Все это показывают комиссии во главе с Евгением Шулеповым и депутатом Госдумы Георгием Шевцовым. Но жильцы говорят, один нюанс все же не учли. Тысячи людей, около тысячи, проходят на Новгородской, ломают логи, травмируются. И это проблема 1998 года еще. Речь об этой дороге, ведущей через двор к остановке. Она не вошла в проект, но решение находят тут же на месте. Проект делается еще. Делается, да? Ну давайте. То есть, до нового года выполняйте, будем включать план следующего года, до самой остановки, чтобы, понятно, дорога была. Евгений Шулепов показывает сегодня депутату Госдумы Георгию Шевцову самые важные социальные стройки Вологды. Своего рода депутатский надзор, как расходуются федеральные деньги. Ведь они вложены практически во все ремонты, которые идут сегодня в областную столицу. Из федерального бюджета на ремонт жилья, капитальный ремонт, на переселение из аварийного жилья, на ремонт дорог, на ремонт дворов, выделено больше, в этом году, больше полумиллиарда рублей. Плюс городские деньги, плюс областные деньги. Ну, Вологда на глазах преображается. Какие планы на следующий год и последующий год? Солидные федеральные деньги вкладываются в капитальные ремонты домов. Скажем, эта пятиэтажка на Салдунова 60 получила почти 6 миллионов рублей. Работы идут масштабные. Коммуникации, электропроводка, фасад. Даже радиаторы в квартирах у жильцов меняют. Это же без конца строителей ходит, грязь, неудобства. Как вы к этому относитесь и как вы это переживаете? Набрались терпения, уж терпим. Потому что к лучшему же все. Все-таки будет капитально отремонтирован. Все же это будет. Как дома отремонтируют, так я до 18-го года должен дожить. Там пообещали пенсию в два раза увеличить. Жильцы этого дома не ждали у моря погоды. Взяли инициативу в свои руки. Создали ТСЖ и попали в программу капремонтов. Теперь вот думают, как соорудить во дворе городок для детей и беседку для пенсионеров. Вы молодцы, видите? Вы проявлены, значит, всех надо привозить к вам и брать пример с вас. А завершение этого ремонта ждут все городские автомобилисты. Улица Южакова, по которой водители могут объехать ежедневные пробки на Ленинградской. Здесь уже заменили асфальт, сейчас устанавливают освещение. К концу недели ремонт будет закончен. Гарантийный срок 6 лет, поэтому делали качественно, чтобы потом не переделать. 200 квартир для переселенцев, 120 отремонтированных дворов и три десятка домов. Есть все шансы завершить работы до холодов. Поэтому итогом сегодня ревизоры остались довольны. Мы сейчас вышли на финишную прямую, остается очень мало времени до наступления холодов. И очень важно вовремя доделать, особенно фасадные работы, асфальтирование. Поэтому мы сейчас каждый день смотрим те объекты, где они достроены. Вот сегодня очередная поездка вместе с Георгием Егорычем. Я думаю, что мы дожмем. Должны сделать все вовремя. Сейчас в областной столице уже готов план перспективного развития вплоть до 2015 года. И основные пункты в нем те же самые. Это ремонт дорог, дворов, многоэтажек, ну и, конечно, переселение вологжан из ветхого и аварийного жилья. Как заявил сегодня глава Вологды, уровень развития вологодской экономики позволяет строить весьма амбициозные проекты. Как минимум, темпы преображения областной столицы не намерены снижать, а как максимум увеличивать. Мария Помилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.